сидит три человека и над водой огонь аппарат по моему там стоит обычный какой-нибудь двухтактный двигатель до полине то что же здесь прячется у нас о битью друзья мэти летит над пиком ленина как красиво полетит чувак огонь друзья нам повезло сейчас там все расскажут о компании cyrus и ее самолетах если написано red bull а нет это не red bull это red свинья хорошая кстати идея стек над red bull трехместный автожир я конечно в глубоком удивление что такое бывает электрический тренер смотрите какой него интересный клюв первые в мире сертифицированный электрический самолет мощнейший движочек интегрированный и куча аккумуляторов и так понимаю что аккумуляторы скорее всего стоят где-то здесь ведь обдув воздухозаборнички это велес электро и он действительно сертифицированный действительно летающий действительно электрический популярен в мире огромное количество заказов на него и в нем стоит система водяного охлаждения уже на батарейках и примерно до такой же конфигурации сделан таврус пепистрель версии 3.0 это великая пантера уже очень красивый самолет на самом деле наверное один из красивейших дорогой как катастрофа но видите двухместный и двухместный то бишь четырехместный плюс еще багажник если конечно хотел бы я себе самолетик то что-то в этом роде хотя самолет я не хочу не хватает планиров скучно на самолете летать тарактишь на моторе но это реально вот очень быстро надоевает если не путешествовать а вот такую штуку конечно для путешествий завести себе самый раз какие довольные счастливые люди сидят и планируют купить себе такой замечательный летательный аппарат это вот собственно стенд пепистреля зарядное устройство от электрички можем посмотреть как электричка внутри выглядит так спартанский конечно выглядит обзор хороший ведь высокоплан зарядное устройство которое должно заряжать мгновенно эту штуку у меня такой же есть над пепистреля 2.0 а грустную новость которую я сейчас узнал это то что версию два с половиной пепистреля нельзя будет апгрейдить до 3.0 это на чем я сейчас летал и сделал кучу роликов не будет возможности никакой улучшить если что-то с ним делать то придется делать какие-то самодельные батарейки еще чего-то грусть и тоска но с другой стороны зато планер был недорогой ну и так как не я все-таки его покупал то это в общем то и не мои проблемы но жалко а я же сильно задумался насчет покупки версии 3.0 все зависит от позиции контора дилеров и так далее буду выяснять что похоже это будет очень дорого непонятно надо это или нет но вообще мне электрический планер очень понравился а это интереснейший вертолетик характеристики я не нашел но это все теперь интернету может сказать мне самому нравится концепция что трехлопастовент это в определенном степени надежней какой красивый фюзеляжик фюзеляжики в кольце аккуратненький пропеллерчик как выглядит движочек выхлоп выглядит красиво и даже так же летает если штука красиво выглядит по идее она может и красиво летать но вертолеты я не очень люблю да и собственно все лице мотор на летающие долго поэтому так красиво кратенький экскурс что-то красивое и клепаная представитель буш самолетов друзья посмотрите на этот пир инженерной мысли вот он пожалуйста двигатель в разрезе сколько здесь шестереночек авиационный двигатель звезда как он выглядит если его разобрать препарировать из просто пир инженерной мысли ребрышки охлаждения сам цилиндр поршенечек какой маленький хорошенький поршенечек вот как это называется две тысячи пятьдесят лошадиных сил в 38 литров объем 36 году сделано кстати вот эта штука сделано 36 году самолет братьев полетел 903 да то есть за не такое долгое время на планете смогли такую штуку сделать а в современном мире десятилетиями не могут какой-нибудь хренаджет сертифицировать сделать его нормальным оставляете вообще как такое бывает 36 год я вообще смотрю и не верю глазам своим шикарный совершенно стенд пожалуйста еще вам как же все это инженерно красиво ну это чуть ли не дизельный какой-нибудь мотор ой шучу он просто цилиндрами вниз пожалуйста 150 лошадиных сил маленький и хорошенький еще раз подошел я не могу поверить своим глазам две тысячи лошадиных сил 36 год друзья это какая-то другая цивилизация к вопросу о том что еще произвела интересного цивилизация вот какой-то газотурбинный двигатель как работает его шестеренки вот он компрессор один контур второй контур здесь видите все выстроились в очередь поснимать как это работает но реально магия как красиво сделано дальше видите редуктор планетарный меня такие учили в институте делать и как медленно крутится выходной вал механическая передача действительно могу сделано очень познавательно модель как это все работает какая прям красота студентов авиационных вузов можно учить не отходя от вот этого стенда все эти косозубые шестереночки очень красиво великолепно вот кто это делает а вот еще наследие ушедшие цивилизации юнкерс последний какой красивенький с гофрированной обшивкой почему использовалась такая гофра что она позволяет хорошо сохранять форму крыла придает ему определенную жесткость то есть это была такая технология пост перед второй мировой войной активно использующаяся 1929 года вот это такое произведение искусства ну похож на современные самолеты исключить вот эту обшивку и здесь стоит современный двигатель эта штука летающая сегодняшний далеко от начала века когда братья райд взяли изобрели первый самолет а в современном мире сертифицированном ничего толкового изобрести не могут учитесь как надо было самолеты делать брать и делать и какой веселый бигланчик я в этот место снимал на выставке еще в прошлый раз мы сейчас тоже не могу пройти мимо это пир инженерной мысли значит такой есть стимпанк стиль ну и в направлении вот она прям викторианская эпоха а к чему пришел современный мир пожалуйста вот honda jet летающий сарай для богатеньких буратино вот купил бы я так себе такой летательный аппарат да нет а такой тоже нет ну зачем это же вот бесконечно скучно забраться в такой сарай разложиться в этих кожаных креслах и куда-нибудь лететь вот гораздо веселей конечно вот такая летающая пони залез какой-нибудь африке на борт вот такому самолетику и как думал куда-нибудь вот это уже веселее можно приземляться где угодно она вот этих бизнес джетах вот пожалуйста костер какой-нибудь бунгало путешествие по миру пожалуйста вам пайпер здесь хоть как-то поприличнее он поменьше вот я боюсь больших самолетов вот это вот получается раз-два-три-четыре два пилота шестиместная штуковина ну уже имеет право на жизнь понятно что такую простой смерть на себя в конце концов и позволить может и моторчик один и летит эта штука наверно весело потому что вот на это посмотришь кажется что ты реально должен быть каким-то супер-пупер миллионером на такой штуке летать нас просто какой-то инженерное такое конечно совершенство с одной стороны с другой стороны на как это даже смотрится зло таким я сейчас как дуну как куда-то полечу но и никак с нормальными полетами не ассоциируется достаточно далеко от братьев райд достаточно далеко от чистого полета недавно мне у меня спрашивали игоря хотел бы ты стать летчиком такой большой авиации там летать на каком-то большом самолете возить каких-нибудь больших пассажиров я ответил сразу и не думает нет то что то есть какой-то начальной романтики может быть там что-то такое есть а потом ну ты просто извозчик да можете сказать что я наверное вот пожалуйста тоже извозчик сейчас вожу по небу этих планеристов показываем как летать как я показываю как летать без двигателя как использовать энергию природа как проводить воздухе лучше часы своей жизни и это интересно возможно на таких самолетах путешествовать тоже интересно возможно вот на таких с такими интересными и какой интересный моторчики какие вот ух работающие на керосине ой сколько же всего здесь сколько здесь его интересного не готов учиться на пилота который будет сжигать огромное количество сокла из вымерших динозавров и терзать воздух винтами не используя реальная силы природы вот это цирус на самом деле вот еще какая-то там цирус штука реактивная вот тоже из представитель того на чем я никогда не полечу можно и заглянуть хвост что же там внутри творится есть багажник понятно что вы можете помечтать а вот я бы такой купил бы знаете как бывают люди которые спрашивают а вы на планере можете отвезти что-нибудь в багажнике привет всем планеристам я говорю да не можем так как зачем это и это всегда напоминает мне рассказ про то как на феррари какого-нибудь возят картошку на дачу вот такого делать не будете поэтому каждая стука для своих целей эта штука чтобы показать свою состоятельность жизни купить такой самолет если ты там изобрел кучу всего придумал какие-то схемы изобретения еще что-нибудь вот конце концов показал что ты настолько ценен цивилизации планеты земля что она разрешает тебе выпендрится и купить такую красивую игрушку то да ты ее конечно купил не показал всем что можешь летать на цирусе я на цирусе летать и не хочу мне планировать достаточно более чем хотя безусловно этот летательный аппарат очень красив то есть прямо смотрится он волшебно и завидую ли я тем кто может на таком летать посидеть в нем в конце концов его эксплуатировать в некотором роде да а они завидуют мне то что я могу летать без двигателя на полном серьезе я встречаюсь пилотами которые летают на всевозможных больших летательных аппаратов говорит вот же какой у тебя кайф ты вот слетел когда хочешь летишь куда хочешь делать что хочешь да свобода это высшая ценность нашей цивилизации то что я давно хотел посмотреть 916 ротокс посмотрите прям как в жигуля генератор я помню у меня такой был пить выглядит он красиво мощный двигатель 916 с и это реально уже достаточная мощность для вполне себе веселенького четырехночного самолетика почему именно удивительно конечно как ротокс прошел путь от первых моторчиков таких дохленьких да уже вот такого современного красивенького аппарата это замечательная кофемашина на базе ротокса а вот я нашел и свой ротокс вот такой 914 роток стоит на моем замечательном штемме видите моторчик простой как две копейки если до него добраться если у него тут турбинка вот она эта турбинка и основная сложность том что этот ротокс обещают со следующего года снять с производства поэтому нужно обязательно купить запасной чем нужно будет заняться в ближайшее время то потом пац и фиг купишь выпущено в мире немерено может будет из старого собрать новый никаких проблем основное удивительное как тяжело сделать оказывается двигатель внутреннего сгорания не так много фирм в мире могут это делать вот такая штука может работать две тысячи часов естественно с промежуточными проверками но две тысячи часов это вполне себе нормально потому что пока у меня ни один двигатель больше 50 часов без поломки не проработал друзья нам повезло сейчас там все расскажут о компании cyrus и ее самолетах я сразу же на графе забыл сделать не буду я рассказывать расскажи вместе расскажи потому что я там все время ты же на этой штуке летал летал ну и как офигеть если у вас есть три почти четыре миллиона долларов это прекрасная прекрасный повод и квадрат всего лишь три четыре три четыре если валяются да да это прекрасный воздух вы получаете огромное удовольствие ну хорошо летает а как он может летать за 4 миллиона долларов даже швабра за 4 миллиона долларов с Вильямсом будет летать прекрасно да это дверь от ангара точно вот эта пташка которая стоит на улице и сейчас у нее можно будет забраться прям смотрите все в реальности люди смотрят купить такую штуку или нет за сколько там три четыре миллиона долларов сущие копейки что ты скажешь хорошего я могу начаться насчет этого самолета целый день рассказывать что на хорошее но самое главное что я понял что это просто что это не не так что прям тяжело взлететь очень да это самый простой пилоте в пилотирование джет это сто процентов и он специально создан для того чтобы пилот который летает на саре за таком да да не больше чем 10 часов может сделать переучивание на переучивание то апгрейтинг на на движение ох как они хорошо устроились берем не глядя и чую на бюджет 3-4 миллиона долларов можно купить 8 планиров один такой или 8 хороших 8 новых абсолютно но 400 тысяч евро я сейчас заказал себе аркус получаю в августе он 400 тысяч евро стоит соответственно можно что делим 4 10 10 до но конечно зато на такой штуке можно два ротокса 915 представляете но вот таком вот интересном будущем самолетики высокопланчики причем тандемом какая-то зажигалка бешеная должна быть просто какой-то ух она нужна чтобы летать или или вдвоем или втроем смотрите какие потрясающие есть картинки о вот так можно летать сидит три человека и над водой носится на вот этой штуковине радуясь в открытой кабине вот оно что-то после братья прайд человеческая эта штука может летать и над водой поплавками соответственно ну без поплавков очень красиво мне кажется именно в таком варианте рождается максимальная свобода поэтому к вопросу окупил бы я себе какой-нибудь самолет вот эта штука зажигалка бешеная зажигалка это парашюты такой у меня кстати два парашюта мне таких есть вполне себе о то есть как красиво полетит чувак огонь хороший парашюта мне нравится bush самолет carbon cup чем больше самолета интересно тем чтобы сеть как их шасси огромная эта штука приземляется где угодно в пустыне в буш и буш это кусты и взлетает это конечно чем мощнее мотор тем бодрее эта штука взлетает мне такие самолетики нравится как вы видите наш любимый самолет робин который буксировщик на нашем аэродроме был крепкий деревянный хороший надежный можно сказать один из моих любимейших самолетов и вот вам пожалуйста мистер шмидт наверное реактивный посмотрите у него спереди маленькая такая штучка скорее всего это скорость эта штучка считает вряд ли это какой-то а может привод чего-нибудь типа насос какой-то кончает качает что-нибудь и потом вам надо почитать место 63b пожалуйста как сказал один мой хороший друг и сюда даже дорого заходить это гармины и это то что делает из пилотов то самое о чем мы только что рассуждали что можно нажать кнопку и сам планер и самолет и так далее но планер не приземлиться но самолет как вы слышали может долететь до аэродрома приземлиться с поговорить с диспетчером и вы просто выйдете из него пойдете дальше хорошо это или неплохо на мой взгляд в некотором роде хорошо то есть вы одним взглядом на прибор например у меня в штемме сейчас стоит вот такой маленький экранчик и там полностью показываются все параметры двигателя и ты вот например как здесь и ты сразу видишь а там типа в норме хорошо и прекрасно то есть это немножечко уменьшает количество внимания которое требуется пилоту но с другой стороны если полностью прибором заменять реальную жизнь то вы просто теряетесь вы начинаете летать по такой карте и забывайте что бывает настоящее когда человеку нужно перенести попробовать по бумажной карте куда-то пролететь понять что такой линейный точечный ориентир и как ими пользоваться человек не может это сделать поэтому на мой взгляд все такие инновации должны быть в меру то есть приборы использовать нужно безопасность это повышает но в то же время не нужно забывать как же летать по старым добрым бумажным картам вот такие приборы у меня на моем плане ли сразу и высотомер управление рацией и транспондер насколько это хорошо работает работает прекрасно кстати какие ртрафик ну например у этой же фирмы я покупал это аэробионик замечательный прибор butterfly варео и вот это как раз не работает это неудача этой фирмы так что надо понимать что как есть достижения так есть и неудачи но будем считать что им дал им второй шанс как вам друзья такой моторчик на парамотор эти моща можно снять тонны тяги посмотреть друзья какой шикарный вертолет причем четырехместный с четырехлопастным винтом что как вы уже знаете безопасно то есть самая ненадежная конструкция это 2 2 лопасти потому что там есть так называемый режим когда разгрузил лопасти все и кирдык вертолету а тут вот пожалуйста газодурбинный моторчик один достаточно мощный и такой веселенький четырехместный вертолетик ну должно быть зажигалка огонь вентилятор для того чтобы с той стороны стати на тебя дует когда жарко воздух вот его характеристики можете включить и как дунет полторы тысячи ньютонов немало на планер пойдет очередная электрическая штуковина видите друзья сколько всего нужно чтобы полетел электрический летательный аппарат и контроллер вам и видите куча систем охлаждения потому что эта штука требует все-таки охлаждения огромное количество энергии выделяется в виде тепла и это еще не про я думаю что это за что это за штуки на самом деле водородный водородный летательный аппарат и вот он кстати лежит баллон с водородом все понятно видите волков двоечник сначала смотрит думать почему так сложно все с электрическим двигателем оказывается здесь не только электрический здесь еще и видимо тепловые эти топливные ячейки стоят вот этот бристель экспериментальный электрический по крайней мере так написано а вот его видимо двигатель эти какой чемодан с водяным естественно охлаждением почему водяное охлаждение потому что снять конечно воздухом это можно наверно на планере еще как-то продуть обдуть а такой самолетик когда прячешь моторчик внутри обдуть сложно всякие контроллеры контроллер решенка уже с воздушным охлаждением это тут что-то такое что это такое батарейные модули какие-то немаленькие подозрительно друзья не могу успеть вам все подробно рассказать потому что не успеваю по крайней мере хотя бы показал показал вы можете набрать это дело в википедии и все внимательно про это прочитать по камере выглядит это все красиво вот его характеристики чем мне нравится бристель тем что на нем учился в свое время летать самолетик очень дружелюбный я испытываю к нему глубокую и не проходящую ностальгию вот эти заклепки которые вы видите который портит динамику на самом деле можно заказать клепку обычную потайную огромный багажник у этого самолетика и он очень легко управляемый летучий удивительный аппарат очень я его люблю какая-то веселая летающая лодка мотор сверху высоко ну понятно что это крыло просто обрезано наверно какой-то концепт добывают денег на этот проект скорее всего объясняет почему он лучше всего на свете видите к сожалению все эти технологии они довольно дорогие на них нужна куча денег электрический тренер смотрите какой у него интересный клюв рассветка конечно я дико не люблю сочетание зеленого с желтым то есть для меня конечно застрелился бы если у меня был такой цвет летательного аппарата хотя все время говорил что у меня никогда не будет зеленой машины а так получилось что у меня долгие годы был вот буквально год назад продал джип тойота линкрузер зелененького цвета и ничего привык как это выглядит изнутри вполне себе тренер вполне себе зарядным устройством которое идет от этого вот замечательного прицепа то есть вы приехали на прицепе кстати вот это была моя мечта сделать школу парапланерную лебедочную чтобы все заряжалось от солнца лебедка могла от солнца работать я считал что это вполне реализуемо работает вот эта сторона направлены например на юг и крыша и внутри как вы видите стоит замечательно это альфа тренер собирается элементарно как планер действительно собирается эта штука быстро и пожалуйста летать на солнечной энергии если бы не цвет вообще в идеальная штука была бы надо будет немножко про него больше почитать выглядит красиво почему такой длинный нос но для того чтобы увеличить высоту то есть по идее с точки зрения концентровки аэродинамики можно было бы короче сделать но тогда не хватит расстояние от винта до земли поэтому низ носу длинен шасси как на планере велосипедного типа хорошими амортизаторами чтобы студенты могли долбить на конце крыла колесики на которых вы может скакать огонь если бы не был зеленым еще лучше был бы контроллеры какие бывают здесь даже на 400 киловатт контроллер чик бывает вот такой нам на лебедку надо а это как выглядит моторчик и так понимаю что электрический с контроллером если здесь два контроллера по сколько там киловатт уж как и должна быть мега супер пупер мощность вот как это выглядит фундаментально конечно и видите здесь вся механика видимо винт изменяемого шага до винджи вити в инфлюзируется очень интересно возьму себя даже визиточку какая волшебная штука трансмиссия от вертолета вот она прямо перед вашими глазами и зачем-то несколько электромоторчиков или один электромоторчик не знаю как это а вот оно как это работает если вертолет не оборудован такой штукой он вот так бам и влез а если оборудован пам и пошел на замечательную посадку на самом деле весьма здравая штуковина которая способна помочь случае отказа двигателя ведь действительно какое-то время эта штука может немножечко капельку летать с помощью электромоторчика мы между тем зашли в зал всевозможных вертолетов как я уже говорил вертолеты я не очень люблю но одним глазком посмотреть что же здесь нового появилась и веселого вот примерно веселое новое появился ли например интересный электрический вертолет эти уже вариации на тему а давай-ка мы немножко дунем в него электричество мы не дадим ему быстро упасть это присутствует робинсон 44 66 нужно тоже есть посмотрите как то все прячется что же здесь прячется у нас друзья мы эти летит над пиком ленина друзья мы эти мой кумир вы уже знаете этому учитель который учит меня свободе жить freedom это не пустые слова для него это стиль жизни настоящий боевой анархист вот друзья с чего надо начинать это путешествие мытью вокруг планеты земля на вертолете как он летел по греландии сейчас мы хотел бы прогнать всех тут ведь обрежем пожалуйста это все мы эти видел своими глазами он это все видел своими ушами сфотографировал и представляете как мы этим всегда организует стенды очень живенько и интересно его первый раз вижу на фризер хаффен прошлом году его не было пожалуйста наслаждайтесь сейчас он есть так все фотографии вам покажу абсолютно абсолютно гениально на самом деле решение мне кажется это решение гениальное как и сам мэтью вы можете посмотреть как он летал вокруг планеты земля итак фильм я категорически рекомендую с ним посмотреть как он путешествовал из франции через атлантику через гренландию в соединенные штаты америки потом в канаду и в итоге приземлился на чукотке как он выжил на чукотке это отдельная история но лучше посмотрите ролик там все написано а это вертолет который он продает это замечательный вертолетик раннобот и компресс ведь их два версии он очень простой 5 литр новый двигатель это новый двигатель более мощный более интересный и смо пауэрфул лэнджин есть они за кулинг системы с он не вату без аутроил я но но я но мариин загота акцию он не вот он не вот стэн и даже он так комплата они они да помощнее и только водяное охлаждение то есть беда вообще всех этих ротоксов это проблема что часто комбинированное охлаждение вода и воздух здесь чисто водичка ну естественно стоят мощнейшие радиаторы которые сливают всю энергию лишнюю в пространство замечательный вертолет замечательный мэтью спасибо большое и не забывайте мы летим на пик ленина да да мы летим мы летим мы летим окей пространство где летают вертолетики не участвующие в боевых действиях вот пожалуйста вот эти выглядит он симпатично тоже такой веселенький вот люди нормальные уже пиво вовсю пьют может мне нальют нет не нальют эх и такие вертолетики и сякие видите друзья я к сожалению мало что могу вам рассказать потому что на вертолете не летаю могу вам сказать только что у мэтью самый лучший вертолет потому что это мэтью потому что с его стрелением к свободе никогда бы он не выбрал вертолет который будет доставлять его массу хлопот кстати вертолет рановод купил себя мой друг Арменас на нем прекрасно летает есть небольшой фильм как он на нем летает это белый ну это вот такая классика куча народу сидит в огромной штуковине которая жрет кучу керосина и куда-то летит а вот этот цепеленчик летает здесь да в прошлом году он летал сегодня погода плохая автожиры у меня все говорят Волков почему ты не делаешь видео про автожиры друзья потому что я в них не верю то есть знаете как бывает верю и не верю автожиры для меня удивительные вот этой самой концепции свободонесущего ротора который крутится над этой штукой жужжит и эта штука летит то есть мощный двигатель толкает автожир вперед сверху вращается ротор который там для хорошего взлета предварительно раскручивают и если раньше это была обычно палка с мотором и колесами то сейчас это уже такой весьма интересный летательный аппарат посмотрите даже снизу есть окошки чтобы все смотреть он уже трехместный то есть трехместный автожир я конечно в глубоком удивление что такое бывает какой-нибудь девятьсот шестнадцатый наверное ротекс уже стоит на нем достаточно мощный чтобы такая штука летала то есть трехместных автожиров я еще не видел да мир куда-то катится смотрите еще я так понимаю чемодана три можно погрузить и с этим всем барахлом взлететь очень интересно какой-то редбуловский веселенький вертолетик трехлопастной должен жужжать очень весело если написано редбул а нет это не редбул это редсвинья хорошая кстати идея стёб над редбулом вот так со стороны посмотришь действительно редбул это красная свинья ну вот этот вертолетик можно посмотреть его характеристики но меня больше всего впечатлил все таки вот этот трехместный автожир продолжая тему автожиров можем посмотреть еще на двухместный на двухместный они конечно сильно спрогрессировали по сравнению с прошлым годом было буквально раз-два обчелся позапрошлым а теперь их можно сказать табунами этих автожирах ну хотя нет не так уж табунами видимо где-то еще найдем посмотрите какой веселенький бипланчик это нужно для того чтобы видеть скорость то есть добегающий поток добегает и показывает вам скорость полета огонь аппарат по-моему там стоит обычный какой-нибудь двухтактный двигатель да по линии моторчик тот который ставят на обычные на парамоторы и вот штука с парамотором в бак видели вот пожалуйста бак с топливом ну класс вот это биплан вот такой я хочу бешеная руконрольная зажигалка вау это конечно двухтактный мотор это конечно некоторый небольшой на минус но в целом дельтапланчик на котором ты можешь взять и зажечь супер друзья это потрясающий бипланчик который можно собрать самому как оказалось я немножко поговорил с его производителем можно взять купить кит и собрать самому и вы видите в принципе ничего такого сложного ну заклепочки ну там рамочка моторчик двуххатный купили собрали полетели главное что это бипланчик он летает медленно весело мне очень нравится я вообще почему-то какой-то фанат бипланов в данном случае у меня сама концепция настолько простого веселого летательного аппарата по душе и главное что сидишь вы видели как на нем сидится вот он как раз я еще могу ногу поднять вот и видите это как ну прям огонь аппарат огонь и вокруг пространства ты смотришь вот так под такой как на параплане только это летательный аппарат который может там как выглядят органы управления ну вот ручка управления классическая вот радиостанция как выглядит вот пространство с одной стороны вот пространство с другой стороны представляете вот под вами воздух и счастье очень интересно пожалуй одно из лучших что я видел на выставке вот характеристики этого летательного аппарата наверное какая интересная вариация на тему старинных планировочков ой самолетик вот вот как сидишь себе спокойненько друг за дружкой эх наслаждаешься поющим воздухом есть вот в этом все-таки что-то такое свое и колеса спецованные хотя с точки зрения аэродинамики это конечно ужас ужас а это классический старинный планер SG38 насколько я понимаю я на таком летал летит сверху вниз но летит это можно закрепить видите он вращается на одной точке можно тренировать пилота держать равновесие интересную штучку нашел двигателя для вот таких вертолетиков я вам сейчас покажу его из каких запчастей он состоит этот моторчик не знаю что это ну вот пожалуйста вам какая-то турбинка которая сто процентов жужжит что-то генерирует наш моторчик летает какой инновационный автожир посмотрите наверху у него может быть тарелка с парашютом зачем там такая тарелка непонятно он у нас двухместный мне конечно больше трехместный впечатлил но выглядит тоже впечатляюще ну и видно по экранчику что вполне себе летают с автожиры идут светлое будущее почему я всегда шучу что не верю в автожиры ну потому что все кто летает на автожирах обычно говорят ой такая вот офигительно безопасная всепогодная вселетающая волшебная штуковина и всегда хочется в этом случае сказать если она такая замечательная почему же седами не летают где-то есть подвох и подвох и там на самом деле есть любой летательный аппарат с вот этой вот крутилкой наверхке они любят сдачу ручки от себя вот просто винта мой друг Андрей хочет купить такой летательный аппарат это Ризен двухместный самолетик он может быть ультралайтом а может быть и совершенно обычной версией и что интересно это его характеристики достаточно уникальные то есть эта штука очень быстро она может шпарить там под 300 км в час при весьма разумном расходе топлива достаточно красивый не знаю но может быть нос как-то так то есть сказать что это прям идеальные аэродинамические формы не знаю не уверен но в целом все почти но одной мысли летать быстро и летит он действительно быстро и с хорошим аэродинамическим качеством так что Андрюха если смотришь моё видео покупай такую штуку выглядит красиво немножечко еще зальчик у нас попался с самолетиками уже выставка заканчивается все уже уходят домой вот мы вам наконец-то я дошел до этого Ризана потому что обещал заснять шасси красиво так смотрится так видите все закрывается шасси когда убирается все гладенькое ничего не торчит какая плотная компоновочка внутри кокпита видите все почтено опять же идеей скорости самолет с посадкой последовательной почему так потому что в этом случае меньше мидель эта штука может лететь быстрее при том же расходе топлива но конечно если заводить самолет то тандемная посадка мне например совсем не нравится я приверженец вот таких схем когда ты сидишь уже рядышком иначе зачем заводить двухместный самолет здесь конечно можно провести очень много времени наслаждаясь вот это уже почти похоже на планер посмотрите какая форма т-образный хвост в планерном стиле ну-ка что это за штука огромная красивая кабина видите на выставке шум все уже ударились так сказать потребления прохладительных напитков видите уже сплошная дискотека поэтому я вам мельком показываю остатки остатки того что тут стоит не смогу больше опоздал я в прошлый раз я не уложился за день показать все что хотел и в этот раз потому что меня постоянно отрывали то туда то сюда на самом деле было очень весело я рад что поехал еще один бипланчик такой веселенький вот почему-то бипланы я люблю не знаю в чем от чего это происходит но а вон буш самолет какой посмотрите ну для него точно нужно дойти имя ему свобода эти какие гигантские колеса я даже не могу вам показать какие гигантские ну можно моя нога сравнительно с этим колесом колесо действительно гигантское относительно этого летательного аппарата он действительно может садиться в любую ток грязь болота даже они на этих колесах скользят самое интересное впечатляющее в это когда такой аппарат начинает приземляться взлетать с места сама приземляться на место. Впечатляет. Но здесь залог какой? Мощный двигатель, огромные колеса и они боятся. О, смотрите, какая игрушечка бегает. Взлетает. Как можно хранить самолет? Посмотрите, замечательный какой аппарат. И как он интересно складывает свое крыло. Пожалуйста, раз. Вдоль фюзеляжа. И можно в любой гараж запихивать. Это все тоже вариации на тему видимо буш самолетиков. Очень мне нравится, как это все складывается. Идеальное решение. Очень интересная штуковина. Турбопроб. Но понятно, что это не новость. Там в каком-нибудь пилатусе. Но это вот, смотрите, обычный двухместный самолетик. Пожалуйста, его характеристики при полете с турбиной. Турбина хороша тем, что использует более дешевое топливо. Реактивное. То есть, это значительно дешевле, чем тот же 100LL. И обеспечивает, конечно, уникальные параметры по тяге. Такая вот забавная турбина. 3000 часов. Очень даже неплохо. Если она отбегает 3000 часов, то это будет очень круто. Первый раз вижу такое на легком самолетике. Впечатляет. Было не раскрыто у нас тему летающих лодок. Тут уже все отдыхают. Выставка уже закончилась. Вот видите, какая интересная лодочка летающая. В этом зале пустота. Все уже разошлись. Ночь на дворе. Какой веселый двигатель. Ой-ой-ой-ой. Какой ужас. Какой-то двухтактный двигатель. Но, честно говоря, друзья, литье такого качества, что очень-очень страшно мне было бы на таком моторе летать. Какой-то чудовище. Ну, понятно, что двигатель, он и в Африке двигатель. Но как-то не знаю, как-нибудь литье в пол, в землю. Так и льют, но очень-очень грубо все. Не знаю, мне нравится. Наконец-то мы дошли до вариации на тему мотопланера. Длиннющее крыло. Вот такая, конечно, пузырчатая кабина с вертикальной посадкой смерти от динамики. Но в целом вот эта штука должна вполне себе ничего летать. Не сказать, что парить. Наверное, флюгируется винт, но по крайней мере все так сказать элементы мотопланера присутствуют. Т-образное пиление, возможно, флюгирующий винт и большое удлинение крыла. Это какой-то безумный концепт из алюминия. Здесь какое здоровенное что-то там типа элерона. Знаете, какое-то бесконечное толстое крыло. Не знаю, почему и зачем так сделано, но представьте, до чего инженерная мысль доходит. Сверх какой-то толстенный профиль. Можно туда прятать человека сразу. Букашечку вот эту я тоже в прошлом году показывал. Посмотрите, какой малюсенький самолетик. Но вообще я не очень понимаю, зачем нужен одноместный самолетик. Так-то тоска зеленая на двухместном летать уже, а тут на одноместном вообще с горя повесишься. Не могу пройти мимо двухтактников от Хирт. Как-то эта фирма не блистала в последнее время ничем новым, но посмотрите, сколько всего выкатило. целый ряд двухтактников с водяным охлаждением. Потом посмотрите, какая красотулечка маленькая. Какой-то микромоторчик. Вот его характеристики. 100 кубических сантиметров, легенький, всего лишь 8 лошадиных силы. Не знаю, это, наверное, для беспилотников. А вот там какая дурында огромная. что-то нечто чудовищное. Ну вот нас интересует с водяным охлаждением аппаратик, который потенциально может заменить, например, соло, если он себя плохо будет вести, на моем планере. Я так понимаю, будущая выставка ретро всяких изделий. Знаете, какой старинный красивый автомобильчик и старинный красивый автодомик. Все родом из 50-х. Субтитры создавал DimaTorzok